Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа о событиях недели. На этой неделе глава Карачаева Черкесии принял участие в совещании по вопросам реализации социальной инициативы партии «Единая Россия», которую поддержал президент России по социальной газификации субъектов страны. Совещание с регионами провел заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он охарактеризовал реализацию программы газификации в России достаточно успешной. По итогам прошлого года рост объемов реализованных работ оказался в три раза выше, чем в 2021. Динамика реализации президентской программы по социальной газификации в Карачаево-Черкесии высокая. На уровне субъекта мы предусмотрели средства, чтобы для граждан газификация домовладения была абсолютно бесплатной, вплоть до самого дома. На внутридомовое оборудование мы также выдаем субсидии разным категориям малообеспеченных граждан. Согласно подписанной с «Газпромом» программе, до 2025 года магистральный газопровод будет проведен ко всем населенным пунктам, сказал Рашид Тимрезов. Весной 2021 года было поручение президента России о том, что доведение газовой инфраструктуры до домовладений граждан было проведено без привлечения их личных средств. Масштабный проект, реализация которого началась с июня 2021 года, охватывает территорию всей страны. Промежуточные итоги исполнения поручения президента Владимира Путина по социальной догазификации обсудили в региональном отделении партии «Единая Россия», представители профильных министерств, ведомств «Газпрома» и районных администраций. Алла Динаева подробнее. Весной 2021 года в Карачево-Черкесии был создан штаб по социальной догазификации, куда вошли представители министерств и ведомств «Единая Россия», «Газпрома». Были созданы рабочие группы и в муниципальных образованиях, что было необходимо, нужно, важно и своевременно. Первый заместитель министра энергетики, промышленности и транспорта Карачева-Черкесии Рустам Иркенов рассказал, как реализуется поручение Владимира Путина в нашей республике. Представил Рустам Борисович собравшимся и живой портал единого оператора газификации, куда ежедневно вносятся данные по заявкам и по выполнению социальной догазификации. На сегодняшний день мы там все поставили амбициозную цель сделать там хотя бы в два-три раза больше, как минимум. И мы и эти показатели тоже перевыполнили. Сегодня у нас там 3500 принятых заявлений от граждан на догазификацию и уже доведение газоинфраструктуры до границы – это 2800 домовладений. То есть от лучших показателей прошлых лет кратно мы этот показатель увеличили. С лета 2021 года специалисты выезжали и проводили сходы граждан в районах республики, чтобы донести информацию до жителей. Социальная догазификация – это совместная работа. А возникающие проблемы вносятся на рассмотрение штаба и находят решение, говорили выступающие. По плану 2021 и 2022 года нам осталось выполнить 7 домовладений, чтобы 100% было. Но мы уже много адресов выполнили с плана 2023 года. Поэтому у нас общий идет процент, больше 100%. Промежуточную встречу по исполнению поручения президента Владимира Путина по социальной догазификации проводил координатор, куратор этого проекта, председатель комитета по местному самоуправлению парламента республики Исмаил Качиев. Если в вашем населенном пункте есть газопровод, то вы попадаете под программу социальной газификации. Все, что нужно – прийти с правоустанавливающими документами в Газпром или в МФЦ и подать заявку. После того, как ее примут, специалисты Газпрома выезжают и проводят техническое обследование и в течение месяца с вами должны заключить договор, в котором указывают, в какой срок вам проведут газовую инфраструктуру до вашего дома. Программа газификации, где межпоселковые строятся. Оценочно у нас еще, если мы сейчас говорим про 5600 домовладений, которые вошли в программу, то в течение ближайших даже не года, мы перспективу смотрим минимум пятилетнюю, потому что так легче планировать объем работ. Там порядка 20 тысяч еще домовладений, которые предстоит проработать. Программа социальной газификации признана бессрочной, хотя изначально была рассчитана на два года. Алладинаева, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание, на котором подвели итоги работы правительства в минувшем году. Были поставлены цели и задачи на будущее. Об основных моментах встречи расскажет Альбина Ламкова. В начале своего приветствия глава Карачаева, Черкесии, Рашид Тимрезов начал со слов благодарности. Они были адресованы правительству республики за проявленные в дни новогодних каникул бдительность и контроль подведомственных организаций. Вследствие праздники прошли спокойно и без серьезных происшествий. Перед тем, как приступить к обсуждению приоритетных задач по социально-экономическому развитию республики на текущий год, глава региона обратил внимание на то, что продолжается высокий туристический сезон на курорты республики. А это значит, что работа в этом направлении должна проводиться в повышенном режиме, максимально обеспечив безопасный и комфортный отдых жителям и гостям нашей республики. Говоря о стратегических планах и задачах на этот год, Рашид Тимрезов напомнил о поручениях, данных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе недавней встречи в Кремле. И первое, чем поинтересовался глава государства – точки роста экономики в республике. Для нас это промышленность, сельское хозяйство, туризм. При этом, ответив, что минувший год удалось пройти относительно спокойно, получилось минимизировать возникающие риски и сдержки в период структурной перестройки экономики предыдущего года в условиях внешнего санкционного давления. Этого удалось достичь путем реализации федеральных и региональных антикризисных мер, в том числе благодаря активной инвестиционной деятельности на территории республики. О реализуемых инвестпроектах я также доложил президенту. Реализация инвестпроектов, которые вошли в модели экономического развития, рассчитанные до 2030 года, позволяют создать до 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, преимущественно в сфере промышленности и производства строительных материалов, перерабатывающих отраслях и гидроэнергетики. В целях дальнейшего развития реального сектора экономики, создания новых рабочих мест и стимулирования импортозамещающих производств, принято решение объявить текущий год годом развития промышленности. В реализации этого направления уже предпринято ряд действенных шагов. Поставлены задачи, не забыв указать о приоритетной отрасли экономики сельского хозяйства. С учетом новых вызовов, связанных с необходимостью обеспечения продуктовой безопасности страны, становится актуальным создание новых отечественных импортозамещающих продуктовых линеек. Для нашего региона перспективным является садоводство, мясное и молочное животноводство. Продолжается реализация двух крупных инвестиционных проектов в данных отраслях. Даны рекомендации в изучении новых мер поддержки и целесообразности их использования для осуществления капитальных вложений. В ходе встречи Владимир Владимирович обратил внимание продолжение реализации приоритетных национальных и федеральных проектов, в том числе и БК, и сами национальные проекты, также дальнейшее строительство и ремонт социальных учреждений в сельской местности. Прошу коллеги правительства и вице-премьеров, и министров, ответственных за определенные национальные проекты, четко выстроить планы работы на год, уточнить потенциальные риски, узкие места, которые нам нужно проработать совместно с федеральным центром. В числу важнейших задач на текущий год была отмечена социальная догодификация, строительство дорожной инфраструктуры, улучшение качества водоснабжения и благоустройства населенных пунктов. Владимиром Путином были даны поручения Рашиду Тимрезову продолжать реализацию мер социальной поддержки различных категорий граждан. Особое внимание глава региона попросил уделять работе с обращениями граждан, отметив, что каждый комментарий важен для него. В этом году у нас снова амбициозные планы. Мы планируем начать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 202 объектов строительства. Это у нас и дорожная инфраструктура, и инженерная инфраструктура, и объекты здравоохранения, образования, культуры. Есть поручения главы. Мы должны усилить работу с гражданами, обратную связь наладить более четко. Это будут выезды непосредственно в населенные пункты, в города. Там будет проходить прием граждан. Также они отменяются в соцсети. На совещании было озвучено о необходимости становления профессии педагога на качественно новом уровне. Эта возможность дана в год педагога и наставника, объявленного в 2023 году в соответствии с решением президента Российской Федерации. Все последующие действия будут направлены на повышение престижа профессии учителя. На совещании заслушали и доклады о результатах работы членов правительства. Были обозначены приоритетные задачи по направлениям на этот год. Еще раз скажу вам, уважаемые коллеги, мы живем в непростое время. Сейчас российские военнослужащие выполняют задачи по линии боевого соприкосновения с украинскими неонацистами. Среди защитников новых российских территорий есть и наши земляки. Мы ни на минуту об этом не забываем. Продолжаем выполнять весь комплекс необходимых мер по обеспечению их самым необходимым. Продолжим поддерживать их семьи, в том числе за счет реализации различных мер социальной поддержки. Для обозначенных задач необходим боевой настрой и стремление улучшить качество жизни наших граждан, имея при этом огромное желание видеть нашу страну сильной и безопасной, сказал на совещании глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Новогодняя акция продолжается. Дарим 20 тысяч рублей на покупку шубы. Вятские меха. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Не пропустите в минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семена удобрений и продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы-Экспо. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 90 00. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. В 2022 году Главное бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесии вошло в десятку лучших бюро России. Специалисты регионального бюро, ведущих медицинских и социальных учреждений, а также представители общественных организаций на совместном совещании подвели итоги года. Репортаж Али Баташева. Сегодня правительство республики поздравляет и награждает Нардунову Зуриду Мухаммедовну памятную юбилейную медалью в честь столетия образования Карачаево-Черкесии. Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова подчеркнула высокую значимость службы медико-социальной экспертизы, а также аспект, который касается не только медицинских вопросов, но и социальных. Они всегда вызывают огромный общественный резонанс, отметила Ирина Джошауна. Отмечая определенные сдвиги в работе службы, нельзя не коснуться той положительной тенденции, которая появилась в последние годы. Вы прекрасно прошли период ковида с переходом на дистанционный формат работы, который обошелся у нас достаточно спокойно. И переход сейчас на взаимодействие в формате 75-25% это тоже очень достаточно такое высокое достижение. Работа в электронном формате с учреждениями, работа в информационных программах. Это все свидетельствует о том, что наша медико-социальная служба идет в ногу со временем. Участников совещания с Новым годом поздравили сенатор Крым Казаноков, министр труда и социального развития Карачаево-Черкесской республики Руслан Шаков. Они единодушно подчеркнули высокую значимость и очевидные успехи службы медико-социальной экспертизы в Карачаево-Черкесии. Руководитель бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесии Зурида Аргунова рассказала, что в стране с 2010 года активно идет модернизация всей работы медико-социальной экспертизы. Однако со временем стали возникать острые вопросы в отношении жалоб, поступающих со стороны получателей медико-социальных услуг. Это было связано с некоторыми нормативными документами, которые в целях минимизации, а со временем полного исключения жалоб, были пересмотрены, доработаны и введены в действие с июля 2022 года. В целом подход полностью поменялся. Мы сейчас принимаем в основном по волеизъявлению гражданина, который направляется лечебно-профилактическим учреждением к нам. В частности, очень приветствуется заочная форма освидетельствования. Мы должны 75% от 100% проводить заочно. В прошедшем году от граждан республики было получено 28 жалоб, из них 15 на имя президента Российской Федерации, 8 на имя главы Карачаева-Черкесии, 2 обращения поступило в Министерство здравоохранения Российской Федерации, 1 обращение в адрес Следственного управления Карачаева-Черкесской Республики. Были также обращения в региональное отделение партии «Единая Россия» и руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Карачаева-Черкесии. 96,4% обращений коснулись проблем оформления направления на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности категории «ребёнок-инвалид» на уровне медицинских организаций. 3,6% – это всего один случай направления на МСЭД для разработки и про ребёнка-инвалида. В своём выступлении врач по медико-социальной экспертизе Джульетта Глоова сделала особенный акцент на том, что в 2022 году в регионе на 100% стал осуществляться электронный документооборот между учреждениями и ведомствами. Эти и многие другие показатели в работе позволили войти к Главному бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесской Республике в десятку лучших в России. Благодаря электронному взаимодействию больше не нужно гражданину переносить справки и документы. Данные передаются между учреждением МСЭД и медицинскими организациями в электронном виде. Результаты экспертизы будут поступать в личный кабинет на портале госуслуг. Реализация данного функционала запланирована в 2023 году. Позволяет максимально упростить процедуру установления инвалидности, сделать этот процесс понятным для гражданина и прозрачным. Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является проведение экспертизы по установлению группы инвалидности лицам, не достигшим 18 лет. К сожалению, среди детского населения и подростков заметно увеличивается количество больных психическими заболеваниями, болезнями нервной системы и аутизмом. О вопросах совместной работы медицинских учреждений и медико-социальной экспертизы по выявлению ранней стадии заболевания и своевременного становления на учет расширение перечна заболеваний для детей, а также об исследованиях, проведенных совместно с обществом инвалидов, рассказал руководитель детского отделения Зульфия Хубиева. С чем сталкиваются инвалиды в настоящее время, по мнению наших россиян, наших сограждан, это трудности с перемещением по городу 34%, сложности со входом и выходом из дома 29%, недостаточный размер пособий 26%, проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами 23% и проблемы с трудоустройством 17%. Большинство наших сограждан, 69%, полагают, что в настоящее время государство уделяет недостаточное или слишком мало внимания проблемам инвалидов. 20% считает его достаточным, 10% затруднились ответить, и только 1% убеждены, что внимания со стороны государства по этому вопросу уделяется много. Большие положительные изменения в организации совместной работы в своем обращении отметила и уполномоченная по правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике Наталья Бондаренко. По ее мнению, в настоящий момент более активно ведется работа по реабилитации и адаптации детей с ОВЗ. Особенный акцент был сделан на детях, которые нуждаются в палеоативной помощи, а их в республике 99%. Подводя итоги деятельности, за 2022 год специалисты социальных, медицинских и общественных организаций отметили, что несмотря на все трудности современного времени, ведется активная совместная работа, направленная на сохранение здоровья граждан, на защиту их социальных прав и в полной мере предоставление всех государственных услуг. Али Баташев, Галина Алиева, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Москве прошло заседание правления Союза женщин России. На этом форуме под названием «Действуем вместе», подводим итоги, определяем перспективы, приняли участие председатели региональных отделений Союза женщин со всей России, в том числе и руководитель Карачаево-Черкесского Союза женщин Марина Барлакова. О том, какие темы обсуждались на этом мероприятии, какова была программа заседания, и какие мероприятия проводит Союз женщин, об этом нашему корреспонденту Белле Джазаевой, рассказала Марина Барлакова. Добрый день, Марина. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и сегодня пришли к нам в гости. Повод у нас замечательный – ваша поездка в Москву. Но до этого я хочу сказать, что вот ушедший год, 2022, для вас был очень насыщенным и плодотворным. Что касается работы Союза женщин, что касается акций, которые вы проводили, вашего хозяйства, ваших постоянных поездок в Москву, потому что вы являетесь членом правления Союза женщин России, как председатель регионального отделения. И нашу беседу я хочу начать с вашей последней поездки в Москву. Вы были на заседании правления. Что вы там обсуждали? Здравствуйте. Действительно, 13 декабря я вылетела в Москву на заседание правления Союза женщин России. Оно проходило два дня, 13-14 декабря. И принимали участие все председатели региональных отделений Союза женщин России. Название заседания, которое проходило, звучало следующим образом. Действуем вместе, подводим итоги, определяем перспективы. На самом деле, я первый раз принимала участие в заседании правления Союза женщин России. И осталась под впечатлением. Принимали участие женщины 76 субъектов Российской Федерации. И каждая из них произвела на меня неизгладимое впечатление. Чуть позже я расскажу, почему и как. Но в целом я поняла, что вот эта организация Союза женщин России своими действиями, тем, что вот собирает нас вместе в одном здании таких разных женщин с разных субъектов Российской Федерации, объединяет нас, ставит перед нами цели одинаковые для всех, на самом деле имеет большое значение. Я наблюдала за каждой из присутствующих. Мы и внешне различались, да, и, скажем так, и цели у нас у каждой были разные в том плане, что каждая из нас возглавляет какую-то организацию, то ли общественную, то ли какое-то предприятие производственное. И помимо этого на себя взяла ответственность по тому, чтобы возглавить, помимо этого общественную организацию Союза женщин России, региональное отделение. Но все мы хотели на самом деле одного – это благополучие в своих регионах, это процветание своих регионов. И, знаете, вот эти женщины, которые выступали на заседании правления, было видно, что они это делают не первый раз, возглавляют эту организацию в своем регионе не первый год. И было очень интересно слушать о той проделанной работе в их регионе, о работе очень значимой, большой. И я для себя делала отметки, какие-то выводы, чтобы я для себя в свой регион могла бы перенести из вот этих выступлений. Женщины были на самом деле очень уникальные, которые проводят огромнейшую работу, как общественную, так и непосредственно на том предприятии, которое они возглавляют. И все это время, вот два дня с 10 утра до 5 вечера, вы знаете, я не переставала восхищаться каждой из них. Екатерина Филипповна Лахова, наш лидер, которая достойна уважения, в очередной раз повторюсь, что это очень многогранный человек, который объединил всех нас. Она открыла заседание правления. И, вы знаете, она каждый раз вдохновляет, придает нам сил, уверенности в том, что мы делаем. И после этого она дала слово членам бюро Союза женщин в нашей общероссийской общественно-государственной организации Союза женщин России есть бюро, в состав которого входят все Министерства Российской Федерации, представители Министерства Российской Федерации. И открывала наше заседание. Ольга Юрьевна Баталина, первый заместитель министра труда и соцзащиты Российской Федерации, она довольно такой вот содержимый доклад прочитала. И в очередной раз мы для себя сделали вывод, что работы на следующий год у нас только прибавится. И поскольку следующий год считается годом наставничества по указу президента Российской Федерации, то задачи у нас увеличиваются в том плане, что нам необходимо каждой в своем регионе найти наставников для нашей молодежи активной, для того, чтобы передать тот опыт, который наработан уже, и как-то закрепить его. И ближе к вечеру, когда заседание правления подходило к концу, в зал вошли мужчины в военной форме, для нас это было очень неожиданно. Это были представители Министерства обороны, которые наградили медалями Министерства обороны самых активных женщин регионов, председателей региональных отделений, которые провели вот эту акцию защитникам с любовью, с наибольшими показателями. У нас такие замечательные женщины, которые непосредственно сами сопровождали грузы до границы, где шла военная операция. Всех я перечислять сейчас не буду, но мы были очень рады за своих подруг, что с нами вместе есть вот такие женщины, которые не боятся в это тяжелое время заниматься таким непростым делом. И уже по завершению нашего вечера нас пригласили в фойе, где нас ждал сюрприз, творческий вечер. он был посвящен опять-таки нашим защитникам. И по желанию каждая женщина читала стихи, посвященные военной, была военная тематика, посвященная женщинам. Я в свою очередь, знаете, такое желание возникло прочитать стихотворение Эдуарда Асадова, посвященное женщинам. Если вы разрешите, я его в эфире прочитаю. Пожалуйста. Ты прекрасная, нежная женщина, но бываешь сильнее мужчин. Тот, кому-то судьбою обещанно, на всю жизнь для тебя один. Он найдет тебя неповторимую или, может, уже нашел. На руках унесет любимую в мир, где будет вдвоем хорошо. Ты сильно красотой и женственна, и лежит твой путь далеко. Но я знаю, моя божественная, как бывает тебе нелегко. Тают льдинки обид колючие от улыбки и нежных слов. Лишь бы не было в жизни случая, когда милый предать готов назначением своим высокое. Дочь, подруга, невеста, жена, невозможно постичь это многое, где разгадка порой не нужна, а нужны глаз озера чистые и твой добрый и светлый смех. И смирюсь, покорюсь, не выстою перед тайной улыбок тех. спасибо большое. Союз женщин не остался в стороне от специальной военной операции, которая проходит в Украине. Ваш союз женщин, ваше отделение проводит множество акций, в том числе акция, которая называется Сердце матери. Я бы хотела о ней чуть поподробнее узнать. И в принципе, какие мероприятия вы еще проводите. я знала, что было большое глобальное мероприятие, посвященное Дню Матери. Что еще вы делаете? Каждый год Совет женщин России предлагает нам свой план работы, который мы используем в своих региональных отделениях. Конечно, мы его дополняем своими мероприятиями. Мероприятий множество. Но в этом году в связи с тем, что произошла вот эта специальная военная операция, мы посчитали, что самое главное мероприятие, которое мы можем сделать, это акция, посвященная сбору гуманитарной помощи для наших военнослужащих, которая называлась в нашем регионе «Сердце матери». Наши районные председатели женсоветов приняли самое активное участие в сборе гуманитарной помощи, за что я им очень благодарна. Большое количество наших жителей республики приняли участие в этой акции. Но по итогу, когда приближался уже день матери, мы решили, почему бы нет, почему бы вот этих женщин, которые принимали активное участие в жизни нашего региона, в частности в сборе гуманитарной помощи, женщин, супруг наших военнослужащих, сестер, почему бы их не отметить, как-то не воодушевить и не поддержать. И мы решили сделать мероприятие, посвященное Дню Матери, праздничное. Мы пригласили артистов нашей республики, и каждой из наших женщин сделали небольшой сюрприз в виде подарков и отметили их почетными грамотами Союза Женщин России, нашего регионального отделения. Но по итогу все женщины без исключения остались довольны. И в очередной раз мы поняли, что мы на правильном направлении, и что вот это мероприятие было необходимо в тот момент. Потому что праздничное мероприятие проводить в такой тяжелый год, оно как бы не совсем уместно. Но именно это мероприятие отозвалось в сердцах наших женщин. И мы также в этом году будем продолжать сбор гуманитарной помощи. Пока военная специальная операция будет проходить, наши женсоветы будут принимать активное участие в нем. Вы сегодня принесли с собой, я так понимаю, что это атрибутика Союза Женщин, что вот эти вещи прекрасные обозначают, даже вижу журнал у вас есть. Вот расскажите об этом тоже. Хотелось бы рассказать, что в нашем Союзе Женщин выпускается журнал, он выпускается во всех субъектах Российской Федерации. и здесь публикуют женщин активных, достойных с каждого региона. Вот на этот год у нас в планах опубликовать наших женщин, это, конечно, сюрприз, я не буду говорить конкретно кого, и мы хотим сделать вот таким образом подарок нашим женщинам, чтобы о них узнали не только в нашем регионе, а узнали еще 89 субъектов Российской Федерации. Также у нас есть вот такие плащики, которые мы одеваем на разные мероприятия, футболки, значки, ручки, панамки. Союз Женщин России активно идет нам навстречу, когда мы доделаем заявку по необходимости. А также у нас есть награда в Союзе Женщин России. И вот следующий год, я думаю, он будет очень плодотворный и будет у нас немало наград, посвященных нашим активным, красивым, умным женщинам. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью и, безусловно, я желаю вам удачи в вашей работе. Спасибо вам. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. новогодняя акция продолжается. Дарим 20 тысяч рублей на покупку шубы. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкеск. Не пропустите в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники СЗР, семена удобрений и продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. 26 января Русский театр Карачаева-Черкесии приглашает на комедийный спектакль «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Спектакль создан к 100-летию образования Карачаево-Черкесской республики и 95-летию театра. Режиссерско-постановочная группа из Москвы. Спектакль состоится на сцене Государственной филармонии 18.30. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны Радио России Настраивайте Радио России Карачаева-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова